Всем привет! Совсем недавно ко мне попала первая беззеркальная полнокадровая камера от компании Panasonic под названием S1. Несмотря на то, что не все функции можно проверить на данном этапе, так как прошивка еще дорабатывается, я решил сделать краткий обзор уже доступных возможностей. Естественно, окончательный вывод пока делать нельзя, но общее понимание выстроить возможность уже имеется. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Первое впечатление было негативным из-за размера и веса камеры. Вместе с полученным объективом Panasonic 50 мм 1.4 Pro вес составил почти 2 кг, что сразу убрало ее из разряда удобной камеры для репортажной съемки. Безусловно, для рекламной видеосъемки, где вес и скорость это не главное, камера подходит отлично. Спустя один день теста, мое мнение кардинально изменилось, так как качество, которое выдает эта камера, просто изумительное и пробуждает желание начинать снимать поскорее. Эргономика показалась вполне удобной, все находится на своих местах. Кнопка включения, пару функциональных кнопок, пару вращающихся элементов и выступающая рукоять для крепкого хвата. Ко всему этому можно добавить мощный корпус, которым, кажется, можно забивать гвозди. Что в общем получила S1. 4K 60 FPS, есть 180 кадров Full HD, есть 2 слота для карты памяти, 1 SD формата, 2 XQD, которые на данный момент достаточно дорогие. Вход для наушников, микрофона, возможность продолжительной работы от батареи, возможность работы прямо от зарядного устройства, что для студии идеальный вариант. Пыль, влагозащита, отличный видоискатель и многое другое, уже достаточно привычное для любителей камер от компании Panasonic. Где-то подправленное, где-то улучшенное, но в целом уже известное. Для тех, кто все же хочет больше узнать о возможностях в камерах Panasonic, смотрите мой обзор на камеру GH5. Эти камеры достаточно схожи, но там будет поподробнее. Также к плюсам можно отнести отличную стабилизацию, возможность работы на повышенных значениях ISO, супер продолжительную серийную съемку и сильно улучшенный автофокус. Он стал хваткий, быстрый, плавно работающий даже на стандартных значениях, а также его можно настроить более детально в камере. Производитель говорит, что вдобавок он оснащен искусственным интеллектом, способным отличать людей и животных. Как будет в итоге на практике, мне пока непонятно, но это еще обязательно проверим, правда уже на более свежей прошивке. А теперь перейдем к главным недостаткам. Их немного, но они есть. Первым будет неполноценный откидной экран. Вторым же стала космическая цена на линзы. Насчет цены, думаю, со временем это поправят. В первую очередь будем надеяться на оптику от компании Sigma, которая разрабатывает линзы специально под данный Bayonet. И, конечно же, не стоит забывать про адаптеры. В данном случае они точно станут полезными. Ну так что, для кого эта камера? В первую очередь скажу, что точно не для тех, кто ищет бюджетный комплект, а скорее для тех, кто готов раскошелиться, взамен получив одно из самых раскачанных устройств на рынке в достаточно компактном корпусе. На нее можно спокойно снимать как рекламу, клипы, короткометражное кино, так и репортажную съемку. Она ничем не уступает камерам в ее ценовом диапазоне. Я бы даже сказал, находится впереди. А главное, сможет удивить даже самого ярого кинодела. На этом сегодня все. Пишите свое мнение о данной камере ниже в комментариях. Если вам понравился данный выпуск, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До скорых встреч!